Кризис на Ближнем Востоке. Сразу семь арабских государств разорвали все отношения с Катаром. Эта небольшая страна на побережье Персидского залива добывает нефть и является одним из богатейших государств мира. В то же время соседи постоянно обвиняют Катар в поддержке террористов. Все подробности расскажет Сергей Ауслендер. Новость эта грянула как гром среди ясного неба. Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Катаром. Эр-Рияд объяснил, что решение принято в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма. При этом саудиты призвали все братские народы последовать их примеру. Правительство Королевства Саудовской Аравии, исходя из выполнения его суверенного права, гарантированного международными законами, решило разорвать дипломатические и консульские отношения с Катаром и прекратить все воздушные и морские контакты с этой страной. Первым братским народом оказался Бахрейн. Его руководство заявило, что Катар дестабилизирует обстановку в регионе и способствует террористической деятельности. Вскоре к Бахрейну присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Страны прекращают всякое сообщение с дохой, включая морское и воздушное. Их власти требуют, чтобы в течение 48 часов катарские дипломаты покинули их территорию. Бахрейн закрыл свое воздушное пространство для самолетов катарских компаний, а национальные перевозчики Египта и Эмиратов отменяют полеты в Доху. Индексы на катарской фондовой бирже стремительно падают. Когда рынок Катара сегодня открылся, то произошло резкое падение. Мы увидели, что в начале сессии индекс упал почти на 800 пунктов. И это сильно повлияло на нас. Мы надеемся, что этот эффект будет временным. И я уверен, все это будет недолго. И рынки снова вернутся к прежним показателям. Дальше пошла уже цепная реакция. Отношения с дохой разорвали Йемен, Ливия и даже Мальдивские острова. Всем гражданам Катара предписано в течение двух недель покинуть территорию этих государств и гражданам, находящимся в Катаре, как можно быстрее вернуться домой. Поддержал доху пока только Иран. Его представители обвинили в произошедшем в Соединенные Штаты. Дескать, это Вашингтон развязал кампанию против суверенного государства. В Вашингтоне от этого заявления отмахнулись и предложили помирить враждующие стороны. Мы, безусловно, будем поощрять стороны к примирению и решать эти разногласия. Если есть какая-то роль, которую мы можем сыграть в плане оказания им помощи для решения этих проблем, то для нас важно, чтобы Совет Сотрудничества стран Персидского залива оставался единым. Но единством тут и не пахнет. Поводом для всей этой истории стало заявление эмира Катара в поддержку примирения с Ираном. Оно вышло как раз тогда, когда Эр-Рият осудил Тегеран за его враждебную политику. Теперь Катар обвиняют в поддержке терроризма, спонсировании разного рода исламистов, в том числе ИГИЛ, а главное в союзе с Ираном, против которого страны Персидского залива настроены крайне враждебно. Катарские власти решили перейти, что называется, в контрнаступление. Они опубликовали данные, похищенные хакерами, о тайных контактах между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем. Обычно такие вещи в арабском мире воспринимают весьма негативно, но все дело в том, что контакты между Иерусалимом и арабскими монархиями Персидского залива уже давно не секрет. Эти государства нуждаются в израильских технологиях, готовы за них платить, но еще больше им нужен израильский опыт борьбы с терроризмом. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.